Я бы сказала, что в этом году послание президента отличалось от всех других лет. Послание президента Белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь проходило в условиях санкционного и внешнеполитического давления. Я бы отметила, что эти слова независимость, суверенитет, они лейтмотивом проходили через все послание президента. И проходили они сквозь призму национальной безопасности, народного единства, исторической памяти и национальных традиций, сквозь призму экономического развития, социальной справедливости, внешней и внутренней политики. И я бы отметила, что каждый из тех, кто сидел в зале, безусловно, нашел для себя ответы на те важные, наверное, волнующие вопросы, потому что глава государства, как человек, который сам принимал участие и сам был свидетелем тех процессов, которые происходят сейчас в мире, он говорил о том, что Беларусь – это страна миролюбивая, мы всегда за переговоры, мы всегда готовы сесть за стол переговоров и предложить свою площадку для любых международных переговоров, даже с теми государствами, которые сегодня занимают по отношению к нам такую антагонистическую позицию. Я бы выделила еще и то, что как ректор университета мы увидели свое место в послании главы государства, потому что, безусловно, это работа с нашей молодежью, это и демографическая политика, это и историческая память, это и сохранение национальных традиций, и, безусловно, то народное единство, про которое говорил глава государства. Но, кроме этого, на научной организации, а университет тоже является научной организацией, тоже возлагаются большие надежды по импортозамещению, по различным научным разработкам, по экспорту наукоемкой продукции, по развитию национальной системы образования и популяризации ее за рубежом, о чем будет соответствовать или свидетельствовать большее количество иностранных студентов, которые приезжают учиться к нам. Я так думаю, что послание главы государства, во-первых, оно было очень эмоциональным, очень глубоким, вот как всегда, и я так уверена, что все, кто присутствовал в зале и те, кто смотрел послания главы государства вот в средствах массовой информации, безусловно, еще потребуется время для того, чтобы переосмыслить все вот эти вот ориентиры, которые мы получили, для того, чтобы наметить план действий в соответствии с этими ориентирами. Субтитры создавал DimaTorzok